Аляска. Самый крупный и самый северный штат на территории США, некогда принадлежавший Российской империи. В 1876 году Россия продала Аляску за 7,2 миллиона долларов, что на наши современные деньги составляет около 118 миллионов долларов. Сейчас за такие деньги футбольные клубы могут купить Криштиану Роналду. Через какое-то время начали ходить легенды и слухи о том, что она якобы была не продана, а сдана в аренду на 99 лет. Но когда срок аренды кончился, СССР по определенным причинам не стал возвращать ее обратно. Об этом писал даже английский писатель и политик Джеффри Арчер в своем романе «Дело чести». Кстати, отделяет Аляску от России всего 4 километра. И все же территория принадлежит Америке, является ее 49 штатом. И считается самым необычным и несколько диким местом на территории Соединенных Штатов. Вот некоторые необычные факты о штате, которые могут шокировать. В конце 19 века на Аляске, а также в регионе Клондайк в Канаде, началась золотая лихорадка. Неорганизованная массовая добыча золота. Случилось это после того, как 16 августа 1896 года золотоискатели Джордж Кармак, Джим Скукум и Чарли Доусон нашли золото на ручье, который впадал в реку Клондайк. Новость об этом разлетелась за год и привела на территорию и других золотоискателей. Тогда, правда, золото мог найти в среднем только один искатель из 200. В то время цены были невероятными. Килограмм картофеля, в буквальном смысле слова, был на вес золота. Золотоискание в каком-то смысле стало достопримечательностью Аляски. И поискать крупинки драгоценного металла тут может любой желающий, даже иностранный турист. Пожалуй, Аляска – штат с самыми странными законами в Америке. Например, здесь запрещается будить медведей, чтобы с ними сфотографироваться. При этом в них разрешается стрелять. То есть, если вы решили пойти на встречу с медведем, для вас же будет лучше взять с собой ружье, а не фотокамеру. Еще несколько законов связано с местными лосями. Во-первых, за животными запрещено наблюдать из самолета. Вероятно, лоси устали от слишком пристального внимания. Во-вторых, нельзя выбрасывать лосей из самолета. Интересно, а кто-то хотел или пробовал? В-третьих, если вы находитесь в городе Файербэнкс, то не вздумайте поить лосей алкогольными напитками. А вот в Джуноа, административном центре Аляски, жителям, у которых есть фламинго, запрещено ходить с ними по заведениям с едой, а также в салоны красоты. Так что придется фламинго-марафет наводить дома. Местные законы – не единственное, что удивляет в штате. В период с 1997 по 2017 год мэром местности Талкитна являлся рыжий кот по кличке Стабс. В 1997 году менеджер одного из магазинов Лори Стак нашла коробку с только что родившимися котятами. Хозяева не хотели их оставлять, поэтому предлагали забрать по одному котенку прохожим. Лори выбрала Стабса, потому что он был бесхвостым. В тот период местные жители не были довольны местными кандидатами на роль мэра. И Лори в шутку предложила избрать котенка. Тем не менее, все население территории в количестве 900 человек проголосовали за кота, ради которого впоследствии начали приезжать туристы. Несмотря на то, что этот кот, мэр, однажды потерпел покушение, в результате которого заполучил перелом грудной кости, Вопреки серьезным ранам, кот выжил и вернулся на свой пост. Еще один факт из послужного списка мэра – побег на окраину города на мусоровозе. Есть еще один момент на Аляске, который привлекает гостей, но с законами и мэрами не связаны. Доставка пиццы самолетом. Там есть пиццерия, которая доставляет пиццу на маленьких самолетах, для которых не нужна специально оборудованная взлетно-посадочная полоса. Ну и, конечно, на Аляске удивительная природа. Каждый сентябрь в лесах и болотах Аляски можно обнаружить так называемую аляскинскую лягушку, которая буквально замораживается и проводит в таком состоянии 7 месяцев. Лед покрывает ее тело, сердце перестает биться, кровь прекращает циркулировать, легкие перестают работать. А вот когда приходит весна, вместе с природой оттаивают и оживают лягушки. А самая низкая температура, которая была здесь когда-либо зарегистрирована – минус 62 градуса. Аляску также называют краем полуночного солнца. В некоторых частях штата солнце не садится на протяжении 84 дней в период между маем и августом. Но вот зимой тут период вечной темноты. Зато в поселении Фейрбэнкс у жителей есть возможность любоваться северным сиянием на протяжении 243 дней в году. Кстати, на флаге Аляски изображено созвездие Большой Медведицы. Создателем флага является 13-летний мальчик, житель Аляски, русско-алеутско-шведского происхождения, выигравший конкурс на лучшее изображение флага штата. Стоит также иметь в виду, что природа здесь не всегда только лишь прекрасна. Цунами, извержения вулканов и землетрясения тоже иногда захаживают в гости на Аляску. Из последних землетрясений одно было зафиксировано 29 июля 2021 года. Оно стало самым мощным в Северной Америке с 1964 года. В результате были вызваны горные лавины и обвалы, а также оползни, которые привели в непригодное состояние железные и автодороги. Тогда толчок магнитуды был 9,2 балла, в то время как во время Великого Аляскинского землетрясения 1964 года только лишь 8,4. Всего на Аляске более 30 вулканов, действующих 3. Это Большой Ситкин, Семисопочный вулкан и Вулкан Павлова. Последний считается одним из самых активных в штате. Он извергался как минимум 40 раз. Рядом с вулканом расположена еще одна вершина, которую называют Сестрой Павлова. Что касается цунами, то в истории зафиксирован только один случай в июле 1958 года. В заливе Литуя на юге-востоке Аляски произошло самое мощное стихийное бедствие, получившее название «Мегацунами в заливе Литуя». Аляска – идеальное место для отшельников. Одна из семей, которая получила известность в СМИ – семья Эчли. Вот уже более 20 лет они живут вдали от цивилизации. В начале 2017 года фотограф Эд Голд провел с семьей 3 недели, чтобы сделать фотографии непривычной для обычных людей жизни. Семья состоит из трех человек – мужа, жены и сына-подростка. Эчли не приходится волноваться о том, что о них подумают люди, как заполучить более статусное место на работе или о чем-либо еще. Единственное, что их волнует – поездка в магазин на снегоходе, которая может быть опасна как из-за низкой температуры, так и медведей, которые обитают рядом. Деньги на продукты зарабатывает периодически глава семьи, который иногда выезжает из дома на золотые прииски или продает шубы и рубашки ручной работы. Также семья раз в год приезжает в Алабаму, навещают родственников. По словам супружеской пары, жизнь вдали от цивилизации позволяет не бояться быстротечности времени. Когда человек живет в городе, он вынужден думать о работе, о делах и других проблемах. Когда ты живешь в сотнях километрах от других людей, ты можешь позволить себе поразмышлять о чем-либо более важном. Друзья, а на этой прекрасной ляскинской ноте у меня все. Поделитесь в комментариях, если вам когда-либо хотелось бросить все и уехать жить подальше от цивилизации. Да, и не забудьте поставить ролику лайк. На нашем втором канале СМАПС Эдюкейшн вы найдете много различных выпусках о зарубежных учебных заведениях. Там есть и советы, как уехать за границу, и актуальная информация о получении виз, различные статьи и полезная информация про карьеру за рубежом. СМАПС Эдюкейшн